В Екатеринбурге набирает популярность новый женский клуб под названием «Леди Га-Га-Га». Ничего общего с музыкой или танцами он не имеет. Представительница слабого пола объединила увлечение охотой. Как признаются леди, именно стрельба по живым мишеням вызывает у них особые чувства. Александр Пугачёв поинтересовался, на кого охотятся уральские дамы. Синенькие, черненькие, разненькие у неё, разненькие. Патроны к ружью в дамской сумочке – это нормально. Дамы приехали не на пикник, сегодня у них охота. Мужей сюда брать не принято. В лес с собаками отправляются участницы дамского охотничьего клуба с оригинальным названием «Леди Га-Га-Га». Почти все участницы клуба – активные собаководы. Любимые виды охоты – те, в которых первыми помощниками выступают поинтеры, сеттеры, ретриверы и прочие так называемые подружейные собаки. Мало какой клуб по интересам может похвастать такими результатами. За неполный год с момента основания в дамском охотничьем уже не меньше 30 постоянных участниц, и даже выходит собственный журнал. Дамы собираются совсем не для того, чтобы покрасоваться с оружием или собаками, а действительно ходят на охоту и специализируются на боровой дичи. Автор идеи создания клуба – кинолог Наталья Иванина. Уже много лет женщина натаскивает охотничьих собак и обучает их владельцев. Тема-то тоже она носилась в воздухе, поскольку очень много ездим судить мероприятия, состязания и испытания собак охотничьих. И последние годы очень много среди владельцев именно женщин. Некоторые начинающие охотницы признаются, что взять в руки оружие и влезть в болотные сапоги решили, чтобы не сидеть в одиночестве дома, пока мужья, например, на рыбалке. Занятие оказалось увлекательным. Хозяйка бретонского Эпаньоля по кличке Факир Анастасия Карамышева раньше занималась спортивной стрельбой и на охотников поглядывала с легким пренебрежением. Когда меня впервые позвали на охоту, я с таким, с усмешкой нет, я только по тарелочкам, меня живые не интересуют. Но когда я подбила первую свою птицу, это азарт был такой нереальный, там было столько адреналина, мне кажется, я одичала, наверное, в тот момент. Они не стреляют куда попало, они возят в лес спиртное и презирают браконьеров. Им значительно труднее подобрать себе экипировку, потому что в большинстве магазинов еще не готовы воспринимать женщин как охотников. Но в клубе уверены, что эту тенденцию сумеют скоро побороть. Виртуальный клуб уральских охотниц стремительно разрастается. Сейчас в нем зарегистрировано уже больше сотни пользователей.